здравствуйте друзья вот уже и началась неделя как в австрии объявили чрезвычайное положение жизни австрийцев изменилась я наблюдаю это по своему опыту допустим у нас на фирме продолжается рабочие будни все вышли на работу но конечно настроение у людей подавленные люди стараются не подходить близко к друг другу особо с друг другом не здоровается не пожимает руки конечно это чувствуется все также удивился я вчера поехал в аптеку и увидел на улице толпа народа оказывается в аптеку запускает народ по два-три человека стоит security каждому моет руки из распылителя спиртом потом заходишь в аптеку на полу нарисованы крестики где надо остановиться и когда подходишь получать лекарства все продавщицы огорожены с большим стеклом специально поставили такие стекла чтобы не не было не прямо скажем так прямого контакта но хочу заметить что в продовольственных магазинах жиотаж прошел я вчера зашел в два магазина в принципе ничего особенного не увидел товар опять лежит также на полках люди начинают как бы покупать нормально в обычных количествах продукты сегодня я заехал в магазин мет метро метро вы знаете наверное такой огромный супермаркет супермаркет с оптовыми ценами для предпринимателей владельцев кафе ну и там практически я не заметил вообще никакой разницы как раньше был ассортимент так и сейчас что мне конечно не необычно то что закрыты практически все магазины все кроме продовольственных магазинов табачных киосков аптек остальное все закрыто даже парикмахерские ребята закрыты как долго это будет длиться никто не знает но паники уже как бы у людей такой нет чтобы сидеть дома заперти в четырех стенах никуда не выходить я видел также сегодня которые люди которые бегают занимаются спортом на улице также продолжают ходить с палочками nordic walking в общем кто не паникер тот не боится и как бы жизнь у него продолжается в масках я тоже никого не вижу на работе у нас все ходят без масок даже в супермаркетах в аптеках люди продавцы маски не одевает не знаю по какой причине маски есть продажах непонятно я хочу что сказать конечно на бога надейся сам не плашай какие-то меры предосторожности принимать надо но мне кажется что это все таки не так глобально что такой страх навели на людей что надо бояться эпидемии что помрет там половина населения страны пока что зарегистрировано только четыре случая в австрии смертельных и практически все это люди которые уже были до этого больные пенсионеры в основном которые не один по моему находился или два уже до этого в стационаре в общем такой глобальных смертельных исходов пока не наблюдается в австрии около тысячи заболевших пока это тоже на всю страну в которой 11 миллионов это ничтожное ничтожное количество поэтому будем наблюдать за ситуацией я верю что все будет хорошо все мы это переживем изменится наш мир это уже многие мудрецы говорят и ясновидцы что мир станет другим и каким он будет зависит от нас будем надеяться что мир изменится к лучшему я верю что все будет хорошо для того чтобы вы поверили в это я покажу сейчас небольшой отрывок из красивых мест австрии где можно просто понаслаждаться вот этой жизнью которая после этого кризиса будет такая как она была раньше всем спасибо берегите себя и своих близких я верю что все будет хорошо вот уже много дней прошло с тех пор когда в мире впервые заговорили о надвигающейся угрозе угрозе нового вируса но прошел первый стресс прошла стадия отрицания родился интерес у людей а что будет после я прочитал что в венеции стала прозрачной вода в каналах со метеорологических спутников наблюдают за чистотой воздуха и отмечают что воздух стал стал прозрачнее чище в другом популярном среди туристов месте который сейчас пустует появились редкие красивые птицы может планета хочет отдохнуть она устала от суеты людей она взбрыкивает штормами и ливнями она температурит безморозной зимой она встряхивает себя землетрясениями как собака которая устала или вышла из воды теперь у земли иммунное заболевание и планета выбрала способ излечения собрать всех людей дома каждого жителя внутрь своей страны внутрь своего дома поближе к родным стенам чтобы отдохнули от работы суеты вечной спешки чтобы вспомнили о своем здоровье о настольных играх о чаепитиях с родителями и детьми чтобы испечь пирог тесто которого требует пятичасового внимания вместо хот-дога на бегу чтобы смотреть как варится кофе в турке давно привезенной из путешествия и неспешно пить его из красивой чашки или дорисовать картину переписать рецепты в блокнот пересадить цветы планета загоняет нас по домам чтобы мы навели в нем порядок начиная со своей комнаты продолжая своими мыслями возможно тогда мы начнем ценить и скоро вернемся в желанные туристические места которые пока отдохнуть без нас весна вдохнет в них жизнь обновить свежим воздухом без бесконечных селфи и мусора под ногами и откроет нам новый мир который нам нужно начинать беречь уже сейчас в эту минуту начиная с самих себя так и так 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok